15 июля свой профессиональный праздник отметят российские металлурги. В Самаре поздравления будут принимать более трех тысяч работников отрасли. Какие рекорды в этом году планируют поставить металлургический завод и чем гордятся его сотрудники, расскажет Георгий Федоров. 220 тысяч тонн продукции выпустит в этом году Самарский металлургический завод. Таких рекордных объемов у предприятия не было почти 25 лет. Продукция завода используется при строительстве космических кораблей, самолетов, морских и речных судов, автомобилей. Но основным заказчиком сегодня является упаковочная промышленность. Покупая в магазинах напитки в алюминиевых банках, помните, что к созданию каждой из них приложили руку самарские металлурги. Ежемесячно на заводе производится порядка 10 тысяч тонн вот такой вот ленты толщиной меньше миллиметра. А именно из нее и изготавливаются банки. Ежегодно производительность труда на заводе растет в среднем на 5%. Большое внимание уделяется безопасности сотрудников. Риски производственных травм сведены к минимуму. Здесь видеонаблюдение, то есть также можем наблюдать все процессы происходящие, что происходит на данном участке. Ну, фактически работы все автоматизированы и управление тоже. Да, да, линия автоматизирована. У вас контроль за параметрами, да? За параметрами, да. Отмотка рулонов, также бракованных концов, то есть в принципе... То есть здесь есть индикация какой-то нештатной ситуации... Да, все сигнализируется, существует система пожаротушения. Также здесь все у нас находится под замками. У нас есть все средства защиты, как органы дыхания, слух, зрение, но вы сами уже смогли, наверное, убедиться в этом. Экология отводится самые высокие, скажем так, требования. Мы сейчас производим модернизацию наших очистных сооружений, туда вкладываются большие деньги, и это будет самое современное очистное сооружение. В текущем году предприятие инвестирует в собственное развитие более 600 миллионов рублей. В следующем сумма как минимум удвоится. Растут не только инвестиции, но и вес самой востребованной продукции. Еще в 2009-2010 году мы... рулоны у нас весили 6-8 тонн. В этом году мы с вами произвели первый раз 20-тонный рулон. Я думаю, что во втором полугодии мы начнем серийно выпускать 20-тонные рулоны. Это знаменательнейшая веха в истории нашего завода. Большое спасибо инженерам и работам. Лучшие сотрудники предприятия в преддверии Дня Металлурга получили государственные награды от главы региона Дмитрия Азарова. Анатолий Басов посвятил заводу более 40 лет за профессионализм и верность предприятию – почетный знак трудовой славы. Сам ударник металлургии не скрывает гордости за качество продукции родного завода. Вы сами в магазинах покупаете тоже свою продукцию? Даже с профессиональным интересом. Как бы смотришь, есть ли что-то там такое, недочеты какие-то, присматриваешься, но пока не замечал. Сегодня, конечно, мне отрадно отметить, что даже по сравнению с прошлым годом вы наращиваете производство, выпуск продукции. Рост уже составил 17% по сравнению с прошлым годом. Конечно, это очень достойный результат. Если бы все предприятия развивались такими темпами, то, конечно же, Самарская область точно вышла на орбиту опережающего развития, что для нас является крайне важной задачей. Особых почестей в преддверии профессионального праздника удостоились ветераны и настоящие легенды предприятия. Максима Аводенко, Владимира Чудайкина и Михаила Федорова зал приветствовал стоя. Георгий Федоров, Александр Каракулько, Новости губернии.